Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Уже становится понятно, что в первую очередь страдает компания по изготовлению железа для майнинга биткоина. Скам Луна на 40 миллиардов долларов. Крах FTX на 10 миллиардов. Отток на 81 миллион долларов из российского фонда рынка. Падение капитализации крипторынка почти на полтора триллиона. Европа оказалась в ситуации энергокризиса. ФРС задушила рынки своей жесткой политикой. Фондовые рынки потеряли 30 триллионов долларов. Последние геополитики ударили по многим видам бизнеса. Так что сейчас весь мир на себе проверяет разные места хранения своих средств. Тема о децентрализованных способах хранения начинает набирать свою актуальность. Криптовалюта в этом плане работает, но далеко не вся. И вот на фоне энергокризиса и всех санкций в сфере криптоиндустрии на поверхности всплывает новый блокчейн PRISM с одноранговой сетью, где все ноды равны и каждая нода любого пользователя является администратором сети. За 6 лет, пройдя полное тестирование, этот блокчейн зарекомендовал себя как 100% безопасный инструмент для перевода монет с одного кошелька на другой за 60 секунд с минимальными комиссиями. 0,05% при переводе до 2000 монет. И с фиксированной ставкой в 10 монет PZM за перевод свыше 2000 монет за любой баланс при переводе. Главным преимуществом блокчейна PRISM является полная децентрализация и 100% анонимность владельцев кошельков и их балансов, а также полная анонимность при переводах. Огромным плюсом к этим преимуществам является POS-гибридный парамайнинг, то есть генерация новых монет для увеличения эмиссии на личных кошельках всех пользователей одновременно, без затрат на ненужное и очень дорогое оборудование для бессмысленного сжигания электроэнергии, которое и так с каждым днем становится все более дефицитным для повседневных и неотъемлемых нужд человека. Чего добиваются в ЕС своими санкциями в этом направлении? До того, что они потеряют вливание в криптоиндустрию российских вложений и того, что блокчейн PRISM выстрелит им в ногу, потому как именно этим блокчейном можно пользоваться в любой стране. На него не влияют никакие санкции. Блокчейн PRISM невозможно уже не заблокировать, не запретить. Ноды блокчейна PRISM установлены практически в каждой стране по всему миру. Если вбить в поисковике Яндекс слова PRISM и BITCOIN, то мы увидим очень интересный результат. Криптовалюты PRISM заинтересовались 4155 раз за текущий месяц, а биткоином 4777 раз. В поисковике Google аналитика практически такая же. Разница, как мы видим, небольшая, но вывод напрашивается однозначный, что к криптомонете в блокчейне PRISM интерес практически не уступает биткоину. Парадокс будет заключаться в том, что если российские криптоэнтузиасты не смогут обойти их запреты, ну тогда их криптодержатели начнут пользоваться российским блокчейном PRISM. Простому обывателю не нужны ни санкции, ни запреты. Они уже поняли, что такое свобода и не хотят, чтобы их лишили этого преимущества при обмене криптовалютой. И пока криптоблогеры решают ребусы, взлетит ли биткоин или отменит ли санкции, то в ЕС решают, как бы обчистить их счета путем блокировки. Заходим на CoinMarketCap и выбираем только криптовалюты. Далее выбираем в первой строке фильтры, алгоритмы, выбираем POS. И мы видим, что по рыночной капитализации на алгоритме Proof of Stake PRISM стоит на 18 месте. Поднимаемся вверх, выбираем промышленность и нажимаем торговая площадка. И вот уже среди этих криптомонет, которые имеют свою торговую площадку, PRISM стоит уже на третьем месте. Кто еще не знаком с блокчейном PRISM, советую посмотреть вот этот мой ролик «Преимущества блокчейна PRISM». Ролик длинный, поэтому очень информативный. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы и начнете развивать технологию для ИВМ российских IT-разработчиков. Недаром все страны переманивают к себе на работу именно российских разработчиков во всех сферах деятельности. Всем всех благ, уверенности, стабильности и процветания. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайк и делитесь своими мыслями в комментариях. С вами была Валентина Синема 2.